добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 29 декабря пятница представляю вашему вниманию очередной обзор рынка forex по основным торговым инструментом и так дорогие друзья пятница конец торговой недели конец года чего уж там говорить и я напоминаю что расписание торговли торговли выглядит следующим образом у нас сегодня 29 все рынки работают по обычному расписанию 1 числа 1 января торговля будет закрыта это ли несчастье дорогие мои трейдунишки а второго числа у нас пошли пошли 2 числа торги по остальным торговым инструментом виде там валюты так далее со будет в обычном режиме значит все у нас хорошо единственное что пояснение до 3 января связи с празднованием периодом рынка возможно не на сервину лечение спредов друзьям из приду вов времени обработки запросов ну такое 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 то есть вот вот вам небольшой анонсик по расписанию торгов давайте давайте посмотрим что можно поторговать на графиках потому что все наши торговые идеи отработались уже в этом году но какой-то общий такой анонсик надо сделать поехали и так начнем мы сказываешь голды которая вчера подрушилась и сегодня продолжила собственно свое безобразное падение дальше дальше фактически переписав сегодня минимум позавчерашний они это еще не переписала это друзья мои ловушка это ловушка и это очень хорошо для тех кто хочет под шар тюкать зло потому что котировочка под названием под названием на 2060 это минимум у нас получается это сегодня среда четверг пятница среды минимум среды и и не пробили не пробили и это очень хорошо значит с откатик а желательно на шартовый слом можно добивать покупателей по вот этой схеме было бы прикольно если бы отработалась сегодня шартовый слом находится вот здесь и кстати сегодня мы начали падать на европе от шартового слом американской сессии жаль конечно что не дотянулись до вот этого слома но друзья мои на голда не еврик не так технично ходит так по паре и евро доллар то же самое коррекционная волна идет это нормально нормально что трейдунята под конец года начинает фиксится эти фиксы приводит таким движением неплохим кстати вчера тоже был шартовый слом и те кто играет в сломы те могли уже заработать прям вчера на обновление минимум американской сессии по фунту тоже неплохое падение тоже я так понимаю не дожали минимум также как и по золоту такая же картина минимум среды эта площадка осталась я думаю будет добивать обратите свое трейдерское внимание австралиец тоже под сдулся немного это очень хорошо для тех кто хочет купить его подешевле целью переписывания вершины июня месяца июня месяца который который рано либо поздно будет переписан я уже думаю в двадцать четвертом году потому что тланговый канальщик должен закончиться пробоем вот этой двойной вершины за которой мы охотимся начиная с сентября месяца так доллар канадец тоже пошел в коррекцию в лангую логично что после обвала на каких-то 7000 пунктов будет ланговая коррекция как на этом заработать не знаю поэтому поэтому сильно не инструменту я ничего вам не сигналю и она переписала очередной раз минимум текущего месяца закрывает закрывает декабрь на лоях снова каких-то торговых идей в рамках системы охоты за стопами я не вижу четко ярко выраженная шартовая тенденция здесь может пойти флэт может боковик что угодно куда прятать свои риски а если вы работаете от рисков то молодец я здесь вам не подскажу а вот жижа друзья мои пошла по моему сценарию и похоже это начало большого падения который ваш покорный но к сожалению не всегда дальновидный слуга анонсировал буквально пару дней назад от слома который происходил у нас между 26 27 декабря не те кто зацепился в шарты вчера мог видеть очень хорошие плюс от на своем 3 долларовом счете потому что инструмент знатно упал знатно упал за три дня прошагав четыре с половиной долларов вниз вот я говорю о том что это друзья мои возможно только начало начало продолжающегося падения инструмента который идет у нас уже не первый месяц не первый месяц и в октябре мы падали в ноябре и в декабре и надеюсь начало этого года 24 тоже продолжится это движение вниз потому что потому что кто-то друзья мои это делает специально и я прям это прям это вижу да и вижу эту большую ловушку которая должна захлопнуться ниже 60 долларов кто-то подавился в министерстве топливной промышленности черной икрой так переходим к биткоину биткоин закрывает год во флете ведь с гигантскими числами 42 тысячи долларов те кстати кто набирал ланге на падение где мы где мы брали в районе по моему 30 и 25 могут кстати под фиксировать ланге свои друзьям и было мне такая торговая идея большая торговая идея на набор лангов в этой зоне вот но целевых основных значений мы пока не увидели переписывание там 67 и так далее но инвестиционная торговая идея такая была и я ее вытащу на свет божий в начале следующего года так рубль рубль сегодня слушал смеялся по радио по новостям по рублю что он оказывается безумно укрепляется вот я не вижу никакого укрепления на это просто ерунда так индекс доллара закрывает месяц тоже на лоях все очень все очень печально да прошли какие-то первые фикселя но напоминаю что внизу у нас есть небольшой ланговый сломан который тоже может оскочить индекс не самый какая качественный для сломов инструмент напоминают так индексы все закрывают год на своих исторических хаях переписали все чтобы все что только можно те кто верил в индексы последние 40 лет верят в них и сейчас но я думаю что это дело рано либо поздно скоро закончится но в любом случае год за ними и мы переходим газу газик друзьям и закрывает неделю в печали и эта печаль может привести к новым минимумом по газовым котировкам ниже двух долларов о которых я мечтаю практически уже несколько месяцев если я увижу число ниже двух баксов буду набирать сеточку лимитных покупок начинаю с доллар франка и дальше по красам нас интересует сеточный метод торговли доллар франк валит вниз вот и его можно аккуратненько набирать каждые 500 пунктов примерно вот такой сеточкой до 600 700 пунктов можно набирать то есть 10 12 колен лангов и выход на ближайшем зеркальном уровне который который называется 085 так по канадцу франку та же самая история тоже падение тоже зона покупок но напоминаю что если вы заряжаете доллар франк то канадец франк заряжать лучше не надо почему потому что этот инструмент друзья мои коррелирует через франк и все что мы сейчас видим это укрепление при царского франка поэтому будьте осторожны при наборе сеток в инструмента где есть франк он везде сейчас укрепляется это обычная волна через время она закончится и начнется волна на ослабление франка которые через этот инструмент также принесет ценнички назад напоминаю что кстати по 0 68 уровня осталась площадка и после хорошего падения я не удивлюсь что этот инструмент перепишет и эту вершину обратите свое трейдерское сеточное внимание так канадец иена подваливает напоминаю что осталась площадка и и рано либо поздно заберут если вы стоите в шортах в у вас есть хорошие хорошие потенциалы франк иена франк иена не пошла на слом то есть укрепление франка идет более быстрыми темпами чем ослабление чем чем укрепление иены которые видно через другие инструменты поэтому если вы хотите набрать сеточку лимитных продаж в рамках сеточного метода торговли выше хая текущего года можно набирать шорты потенциал очень хороший шаг не менее 1000 забираем вот эти вот стопики которые болтаются внизу австралийский анадис так и не дал хороших ценничков для набора сетка лимитных продаж новозеландец франк кстати сыпется и это опять же сигнал не по продаже новозеландца она сигнал по укреплению франка поэтому если вы хотите вляпаться и в этот инструмент понимаете что здесь тоже есть франки и как бы вы не навалили по трем инструментом против франка одновременно австралийцы новозеландец закрывают год опять своем флете я жду его границ пока их нет еврокадик я надеюсь все таки даст трешку на то есть первая вторая третья волна можно натянуть расширение покойного антонио фабиначи увидеть что мы стояли на полтиннике и удар в двадцать первый двадцать второй двадцать третий год я думаю дело времени это может появиться только если у нас еврик будет укрепляться а канализ ослабеть так по евро франку та же самая история обратите внимание валит вниз тоже через еврик все про все пробит и лая тоже можно аккуратненько набирать но напоминаю что здесь тоже есть франк будьте осторожны если вы понимаете о чем я говорю ну и евро audi покормил нас двумя сетками в этом году ждем когда залетит за зону наших коммерческих интересов дать посмотрим ответы на вопросы youtube канале по вчерашнему видео три комментария с наступающим новым годом до встречи новом в четвертом году всех благ спасибо hunter money жижа стекает а мы с ведерком подбираем 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 смысле вы что покупаете будьте осторожны так андрей ты не сможешь выговорить по-английски кость мешает так это слово а это что one to three да ну вот я собственно и сказал это слово друзья мои вот так вот за это у меня стоит собственно трояк по английскому языку честный заслуженный поэтому free для кого-то free а для кого-то не free вот поэтому меня в дикторы пока еще на английском и не берут напоминаю друзья мой конец недели конец года этот год был для меня очень продуктивным я воспитал несколько очень очень качественных трейдеров управляющих и очень доволен результатами работы системы охота нет охота системы сломов сломов тенденции работы от сломов работы процентом от депозита то есть прям прям доволен и собственно на очередную серию мастер-классов которые буду записывать в следующем году продолжится именно в этом ключе напоминаю что мои мастер-классы находятся в youtube канале инста форекс на на youtube канале вы можете зайти в папочку плейлисты и увидеть вот здесь мастер-класс антанрея шевченко и собственно увидеть здесь 95 мастер-классов которые можете посмотреть на новогодних каникулах кстати с началом торговли я постараюсь не пропадать и и прям со 2 числа если позволят силы все-таки а продолжат свои аналитические фантазии для вас поздравляю всех с наступающим 24 годом желаю всем добра бабла процветания по мнение просветления вот оставайтесь с нами подписывайтесь на наши ресурсы и всего вам самого хорошего на этом у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи в следующем году на очередном обзоре рынка форекс всем пока и руб и руб и Продолжение следует...